Вы можете один раз отказаться от ответа на вопрос. У нас запрещено отвечать вопросом на вопрос. И последнее, говорить нужно только правду. Вы принимаете наши условия? Принимаю. И хоть глава региона согласился ненадолго поиграть по нашим правилам, все-таки был немного обескуражен. Ведь в стенах правительства ставить условия может только он. Исключение, конечно, сделал ради своих необычных гостей. Однако и над наивными детскими вопросами пришлось подумать. К такому заранее не подготовишься. Виктор Иванович, писали ли вы записки девочкам в школе? Вы не огорошили, сейчас не надо подумать. Интересно, а сейчас, можно хоть один вопрос спрошу? Сейчас пишут записки интересные или нет девочкам? Девочки пишут вам записки, нет? Не пишут. Слушай, не могу вспомнить. Если бы писал, точно бы вспомнил. Поэтому, наверное, не писал. Записки не писал, зато с парашютом прыгал. Три раза, когда служил в морской пехоте на Дальнем Востоке. А еще губернатор оказался поклонником зарубежного рока. Но слушает не современные группы, а так сказать, классику. Скорпионс, Ледзеппелен и Битлз. На школьников, в отличие от прессы, пресс общественного мнения не давит. Без стеснения спрашивали о том, что им действительно было интересно. Например, следит ли Виктор Назаров за питанием. Моя слабость – это конфеты. Я вот, знаете, вот сам себя вот так. Одна рука тянется в вазу за конфетами, а вторая бьет, ее оттаскивает. Но первая побеждает. И все равно наедает конфеты. Но не все вопросы школьников вызывали у главы региона улыбку. Дети воспользовались случаем и подняли серьезные темы. Когда в их школе ликвидируют вторую смену и куда выпускникам идти учиться, чтобы после вуза найти в нашем регионе работу с достойной зарплатой. А вот что ответил на это Виктор Назаров, узнаете сегодня в 20.30, сразу после вечернего выпуска новостей. Анастасия Липатова, 12 канал.